Приветствую вас на моем канале. В этом видео мы рассмотрим очередную версию электронной нагрузки. Какая это будет на канале, не знаю, где-то шестая, наверное, или седьмая. По той причине, что у меня не осталось ни одной из них, возникла необходимость сделать себе электронную нагрузку. И в итоге родилась вот эта схема, которая некоторыми моментами отличается от предыдущих. Давайте, наверное, начнем с силовой части. Вот эта стандартная для моих нагрузок схема. Это линейная электронная нагрузка на полевом транзисторе и операционном усилителе. Рассмотрим, какие здесь есть особенности. Сюда подключается исследуемый источник питания. Здесь резистор 0 Ом, чип 1206, либо предохранитель Ампер на 8-10, который в теории должен перегореть, когда будет превышен ток. Здесь в схеме, везде, где вы увидите сопротивление 1 Ом, это у нас перемычка 0 Ом. Потому что просто так здесь ставить 0 Ом нельзя, ругается. Такой резистор есть в библиотеке, но я пока не пробовал его ставить. Поэтому пишу везде 1 Ом. Здесь он в роли предохранителя. Здесь он поставлен для того, чтобы под ним можно было провести дорожку на печатной плате. Для контроля параметров исследуемого источника применяется микросхема ИНО-226. Даже не микросхема, а модуль. Купленный в Китае около 100 рублей стоимость. 16-битный АЦП, который заточен под измерение напряжения до 36, по-моему, вольт. И падение напряжения на шунте 16-битным разрешением. Сопротивление шунта, какой там выберите, какой подберете. С микроконтроллером общается по A2C интерфейсу. Здесь диод защищает от неправильной полярности подключения исследуемого источника. В этом случае весь ток пойдет через него и должен сгореть предохранитель. Далее полевой транзистор в корпусе ТО247. Практически любой. Шунт я поставил на 10 мили Ом. Это SMD резистор 2512, тип размера. С таким резистором и на 226 может измерять токи до 8 А. Далее операционник, который управляет полевым транзистором, заводит его в линейный режим, выставляет требуемый нам ток. И минимальная обвязка. Повторитель напряжения, то есть он открывает транзистор таким образом, чтобы в этой точке напряжение было точно такое же, что и подается на его неинвертирующий вход. А сюда мы подаем напряжение цифроаналогового преобразователя. И таким образом микроконтроллером можем регулировать выходной ток. Этот резистор на плату не ставится. Поставил просто посадочное место, если будут какие-то проблемы. В данной конструкции использую MCP6022. LM358 использовать нельзя, потому что питается все от 5 Вольт операционник. А у LM напряжение на выходе на 1,5 Вольта меньше напряжения питания. Этого не хватит для нормального открытия транзистора. 5 Вольт, которое может выдать Red Rail операционник MCP6022. Это тоже мало для полного открытия, но достаточно для большинства задач. Пока я проблем не испытывал. Решил запитать его именно от низкого напряжения 5 Вольт, а не от 12 напряжения питания. По некоторым причинам. Питается устройство от напряжения выше 7 Вольт. Ну, даже скорее от 12 Вольт, потому что нам необходимо напряжение для питания вентилятора обдува радиатора. Которое, кстати, по-моему, так и не включил пока что в программу. Но да ладно. Напряжение 12 Вольт. От него питается только вентилятор охлаждения. Все остальное питается через коренку 7805 5 Вольтовым питанием. Далее пока пропустим середину. Что у нас здесь? Управляется все энкодером с кнопкой. Общение по E2C интерфейсу. Выведены дополнительные выводы просто про запас. Потом что-то будет куда-то расширяться. Разъем для программирования. И контроллер я использую от Mega 8. Тактирование от встроенного RC генератора. И при этом я его программно разгоняю до более высокой частоты. Не измерял там, ну, МГц 12, наверное. Может 14 максимум. Уарт я пока не использую, поэтому могу такое сделать. Для E2C интерфейса точность частоты тактирования не важна. Потому что это синхронный протокол. Для Уарта это уже будет необходимо, чтобы передавать данные куда-то, к примеру, на компьютер. От Mega 8 в дип-корпусе используется. В данном проекте АЦП я не использую, поэтому выводы не подключаем. Ну и остальное вот такое вот подключение. И изюминка, особенность данной версии электронной нагрузки является применение метода получения ШИМ-сигнала повышенной разрядности, используя два ШИМ-канала микроконтроллера. Этот метод я описывал в недавнем видео на канале. Суть в том, что используя два ШИМ-канала микроконтроллера, которые здесь представлены первым таймером, на выходе я могу получить в два раза большее разрешение ШИМ-сигнала. В данном проекте я использую эти таймеры в 7-битном режиме, то есть 7 плюс 7, и на выходе получаю 14 бит разрешения ШИМ-сигнала. Суть кроется в использовании некого подобия R2R-матрицы, где у нас один канал ШИМ через малое сопротивление отвечает за большую прибавку напряжения на выходе, а второй канал ШИМ через. В разрядность первого канала раз больше сопротивление этих экзисторов отвечает за малую прибавку напряжения. Ну, это непонятное объяснение на пальцах, и если кому-то интересно, то посмотрите видео на канале. Называется, по-моему, получаем 16-битное разрешение из 8-битного или что-то такое, ну, ссылку оставлю в конце видео и в подсказке, наверное. Итак, использую здесь ШИМ-каналы в 7-битном режиме. Почему не в 8-битном? Потому что я посчитал, что 16-битное это будет слишком, это можно сделать, но такой маленький прирост выходного тока, пока в этом нет у меня необходимости для моих задач. При текущих настройках я получаю шаг установки тока в диапазоне от 0 до 8 А, шаг 0,5 мА. С помощью ШИМ-сигнала я могу задавать такой шаг изменения тока на выходе. В следующем видео покажу в железе. И думаю, этого достаточно. Кроме того, понизив разрешение, я повышаю частоту данного ШИМ-сигнала. А более высокая частота ШИМ-сигнала позволяет нам использовать меньшие номиналы для РЦ-фильтров, которые здесь стоят. А это значит, будет большее быстродействие. То есть при изменении скважинных ШИМ-сигнала у нас быстрее напряжение на выходе изменится до нужного нам уровня. Что позволило изменить алгоритм работы программы, сделать его более удобным. Здесь видим РЦ-цепочки 1 кВм и 0,1 мкФ постоянное времени, что мы получаем 0,1 мс постоянное времени одной такой цепочки. То есть быстрая реакция. Далее еще одна РЦ-цепочка и затем делитель напряжения, чтобы подстроить выходное напряжение к тому уровню, который у нас падение напряжения на шунте. На входе здесь напряжение изменяется от 0 до напряжения питания, то есть до 5 вольт с шагом 14 разрядов нашего ЦАП. И далее мы его делим вот этим резистором в нужное количество раз. Здесь было от 0 до 5 вольт, здесь от 0 до 80 милливольт. Конденсатор фильтрации и подается на операционник. Вот вроде бы и все. То есть контроллер генерирует ШИМ-сигнал, формирует условно говоря ток, который нам необходимо на выставить. Мы его получаем здесь и текущие параметры мы измеряем с помощью ИНО-226. Напряжение на входе и ток через шунт. Печатная плата выделить следующим образом и 3D вид такой. Здесь у нас стабилизатор 7805, здесь у нас выход для подключения. Ну на проводах идет к мощному транзистору, который у нас рассеивает всю мощность, точнее к двум включенным параллельно. Подключение входного напряжения. Здесь подключение вентилятора охлаждения радиатора. И здесь подключение исследуемого источника питания. Здесь модуль ИНО-226. Таким образом стоит. Под ним это чверхконтактный, это I2C разъем для подключения дисплея. 16.02 с переходником PCF8574. Кстати не показан на схеме, да, но не буду добавлять. Я о нем сейчас сказал, а кому надо там любой другой дисплей по I2C линии подключит. И 4 контакта под энкодер с кнопкой. Выведем на проводах. Подтягивающий резистор для энкодера стоит у нас уже здесь на плате. И разъем для программирования. Вот такая вот небольшая оплата. И теперь рассмотрим программу во Flow Coding. В каком она виде сейчас. Функционал сейчас какой в ней есть. Это калибровка для увеличения точности измерений. И простая установка тока нагрузки. Сейчас нету режимов тестирования аккумуляторов, которые были в предыдущих версиях. Пока у меня такой необходимости нету. Не знаю буду добавлять или нет. Занято 7 килобайт из 8 от Mega8. Можно удалить из данной программы калибровку. Вынести ее в отдельную. Про это еще потом скажу, если не забуду. И тогда добавить необходимые функции. Но пока что есть. Показываю. Итак, ставим I2C мастер. Настройки. У меня здесь включен и софтовый I2C. Поэтому выбираю подключение вывода D4 и D3. Таким образом. Далее ставим EEPROM, в которой будем сохранять две переменные. Это у нас коэффициенты для измерения тока текущего в цепи. Для измерения напряжения. Не знаю стоит или нет. Может быть потом добавлю. На испытаниях еще проверим. И далее три кастомных макроса. Первый INA226 стандартный кастом компонент. Вставляем импортируем в него макрос для работы с модулем INA226. Измерение напряжения и тока в цепи. Далее дисплей 16.02 с переходником на эту силинию. Тоже стандартный. И новый макрос это шим сигнал высокого разрешения, получаемый от двух шим сигналов с более низким разрешением. Здесь напоминаю я поставил 14 бит. Давайте сразу в него зайдем. Кастом код. Что у нас тут? Дефайнс. Ничего. То есть две функции всего. Инициализация и установить скважность. Инициализация. Смотрим. Первый таймер от Мега 8 16 битный. Настраиваю его режимы. Устанавливаю делитель частоты. В данном случае на 1. Нам нужна максимальная частота. И вот этим регистром сдаю разрешение шим сигнала. В данном случае просто так на глазок выбрал примерно значение 127. Суммируя два канала мы получаем 14 битный шим, который задает нам выходной ток. Здесь выбор делителя, который мы задаем в инициализации. Ну, соответствующие настройки. Как это все делать я показывал в соответствующем видео. И установка скважности. Мы отправляем сюда число от 0 до 14 бит. 16, 15, 14. До 16, 383. Разбиваем его на 2. Сдвигаем не на 8 разрядов, а на 7 разрядов. Так как у нас 2 7 битных значения. Ну и получаем старшее и младшее число, которое записываем в соответствующие регистры. первого таймера. Поехали. Небольшая пауза. Управляем регистром, который отвечает за тактовую частоту внутреннего RC генератора. Увеличиваем его. Разгоняем частоту. А, кстати, еще одна оговорка. То есть, если сюда попытаться сделать измерение емкости аккумуляторов, то нам необходимо измерение точных временных интервалов. А я использую встроенный RC. И при этом у меня точная его частота неизвестна. Я ее не измерял. Даже если ее измерить, то она будет немного гулять в зависимости от напряжения питания, от температуры и тому подобное. Скорее всего. Поэтому не очень удобно будет на данном варианте схемы делать измерение емкости аккумуляторов. Нужно добавлять внешний генератор. Тактирование микроконтроллера. Ну, продолжим. Разогнали частоту. Далее, инициализируем A2C, инициализируем дисплей, инициализируем шим. Настройки ИНа 226. Это у нас адрес на линии ее. Затем усреднение. Время выборки для напряжения, для тока и режим непрерывный. Настроили. Установили шим равно нулю. Далее, некоторые переменные. Это установка тока по умолчанию на выходе 10 мА. Это сопротивление шунта, которое у нас применяется, примерное. И прочие режимы. Далее, читаем из EEPROM две переменные, по которым идет расчет реального тока текущего в цепи. И включаем прерывание по второму таймеру. Частоту выбираем примерно, чтобы там было 1000 Гц. Внутренний RCE-генератор у нас на 8. Мы его разогнали, неизвестно до какого значения. Ну и выйдет там где-то примерно 1000 Гц плюс-минус. В данном случае это не принципиальное умение, где в программе точные временные интервалы не выдерживаются. Далее, основной цикл. Что у нас здесь? Вызываем макрос прочитать АЦП и установить скважность. Далее, крутимся здесь. И чтобы быстро цифры на дисплее не менялись, не мерцали, я установил вот такой счетчик, который через определенное время выдает показания на дисплее. Вызываем макрос to display. И если режим равен 10, кнопкой энкодера мы захотели сделать калибровку, то переходим в макрос калибровка. Далее, калибровку оставим напоследок. Энкодер. Прерывание по таймеру с частотой примерно 1000 прерываний в секунду. Стандартный опрос энкодера. Куда у нас подключен? Выводы D5, D6. Опрашиваем его состояние. И по результатам, в какую сторону произошло вращение, делаем выводы. Есть два режима изменения выходного тока, который мы изменяем энкодером. Это по 0,1 А и по 1 мА. В одну сторону вращаем. Убавляем ток, в другую сторону увеличиваем ток. Ограничение у меня до 8 А. Здесь опрос кнопки энкодера. Опять же стандартный, который я рассматривал ранее. Способ с подавлением гребезга контактов. Если кнопка была нажата короткое время, то мы меняем режим изменения требуемого тока. Либо это шаг 1 мА, либо 100 мА. Циклично. С каждым нажатием меняем туда-сюда. Если удержание более 1 секунды, то меняем режим измерения. В данном случае это не сильно актуально. Там почти ничего не меняется. В данной версии программы это не актуально. И долгое удержание более 5 секунд. Мы переходим в режим калибровки. Закончился макрос. Выходим. To display. У меня используется второй режим работы. В данном случае. Здесь у нас стандартные операции. Это управление дисплеем. Помещаем курсор. Преобразуем некоторую переменную в строк. В данном случае это ток нагрузки. Пишем на дисплее и равно. Выводим значение. Затем преобразуем напряжение нагрузки. У равно. Выводим значение. Переходим на следующую строчку. Какой ток мы установили показывает. И далее выходная мощность показывает на дисплее. В этом режиме мы работаем. Здесь все то же самое. Но мы выводим не установленный ток, а текущее значение шим сигнала. То есть в единицах от нуля до 16 тысяч. Это так режим скорее для отладки. Следующее. Чтение АЦП и установка значения шим. Макросы для ИНО 226. Прочитать напряжение. Прочитать ток. Сохранили соответствующие переменные. Затем рассчитываем реальный ток с помощью полученных нами коэффициентов. В результате калибровки. Рассчитываем мощность, которая сейчас рассеивается на нашей нагрузке. И делаем отсюда вывод. Нужно нам включать вентилятор или не нужно. К сожалению пока не получается сделать регулировку скорости. Ну хотя бы два режима вентилятора. Поэтому у меня либо выключен, либо включен. Если делать низкую частоту шим сигнала, который будет им управлять, то это будет слышно. При некоторых условиях это неудобно. А высокую частоту пока у меня в программе получить негде. Поэтому при мощности рассеиваемой на нагрузке более 10 Вт у нас включается вентилятор обдува. Режим опять же смотрим только второй. Что у нас здесь происходит? Благодаря тому, что постоянное время у РТ-цепочек очень маленькое. То есть при изменении значения шим сигнала у нас на выходе ток изменяется очень быстро. Что позволило мне сделать регулировку сразу в амперах, которые я хочу установить на выходе. Здесь программа автоматически подстраивает ток нагрузки под то, что я хочу получить. Что у нас здесь? Если ток нагрузки меньше, чем тот, который я хочу получить, минус 0,1. То есть на 100 мА меньше заданного. То прирост шим идет с большим шагом. ПВМ плюс 125. И ограничение по максимальному значению шим сигнала для 14-битного режима. Если же эта разница стала меньше и ток меньше на 0,5 мА, то тогда мы прибавляем значение шим по одной единице. То же самое в обратную сторону. Если ток нагрузки у нас больше, чем тот, который задан, то мы убавляем большими шагами. Если разница стала небольшой, то мы убавляем маленькими шагами по единице. И в итоге выставляем ток нагрузки на выходе с точностью 0,5 мА. В диапазоне от 0 до 8 А. И в конце команда установить скважность, ту, которую мы здесь рассчитали. И наконец макроскалибровка. Сам модуль INA226 имеет небольшие погрешности. И кроме того, что вносит наибольший вклад, это топология платы. Пути прохождения тока, как далеко из земля и тому подобное, все вот эти мелочи. Они вносят свои искажения в измерение тока, когда он достигает больших значений. Поэтому я ввел процедуру калибровки, которая выполняется в данном макросе. Мы получаем две переменные, которые сохраняем в EEPROM. Итак, заходим сюда. На дисплее калибровка, ожидание нажатия кнопки. Нажимаем кнопку энкодера, удерживаем более 1 секунды. Идем дальше. На дисплее показывают, установите ток 0,5 А. То есть мы подключаем нашу нагрузку к источнику через эталонный амперметр. И ручкой энкодера устанавливаем ток, текущий через амперметр, величиной 0,5 А. Установили. Нажимаем, опять же удерживая более 1 секунды, кнопку энкодера. Проходим сюда. И следующее сообщение. Установите ток 2 А. То же самое. Выставляем энкодером ток 2 А. Нажимаем ручку энкодера. Выходим. Происходит расчет коэффициентов. Они отображаются на дисплее. И также для проверки будет отображаться уже расчетное значение. То есть мы можем регулировать ток энкодером. Происходит измерение тока. Его расчет с применением полученных коэффициентов. И вывод этих данных на дисплей. Мы можем убедиться, что калибровка у нас прошла успешно. Во всем диапазоне токов. Амперметр показывает правильное значение. Опять же удерживаем кнопку энкодера более 1 секунды. Выходим далее. Здесь происходит сохранение в EEPROM переменной с плавающей точкой. Два коэффициента. На дисплее показывает рестарт. Бегут точки. И затем происходит автоматический перезапуск устройства. И мы уже работаем в обычном режиме с полученными коэффициентами. Настройки. Что у нас здесь? Стандартные. Внутренний RC генератор без деления на 8. Тут условно показано значение частоты. На самом деле она у нас выше. Но сейчас это значение не имеет. При компиляции мы получаем 7 килобайт памяти занято, 182 байта данных. Если понадобится добавлять какие-то еще функции, то в принципе вот эту процедуру калибровки можно вынести в отдельную программу, в отдельную прошивку. То есть мы заливаем ее в контроллер. Производим эту процедуру калибровки. Переменные сохраняются в EEPROM. После этого мы заливаем уже прошивку рабочую и используем ее. Но при этом обязательно, когда программируете контроллер, необходимо выставить фьюз защиты EEPROM от стирания при перезаписи. В любом случае калибровка у вас в данной программе или вынесена отдельно. Чтобы после каждой перепрошивки коэффициенты из EEPROM у вас не стирались, необходимо установить фьюз защиты EEPROM. Вот таким функционалом обладает устройство на данный момент. В следующем видео покажу его в работе.